Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешное наступление в районе Лисичанского. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, желатиновый завод, населенный пункт Тополевка. Союзные силы вышли непосредственно к городу Лисичанску. Украинская армия в данном районе несет большие потери. Только в населенном пункте Верхнекаменка противник за сутки потерял более 120 человек убитыми и в Верхнекаменском около 70. Неудачи вооруженных сил Украины на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях. Отмечается неорганизованный отход отдельных подразделений вооруженных сил Украины из Лисичанска. Командование всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений. Так, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующей в районе населенного пункта Новая Полтавка ДНР, осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности. Одновременно киевский режим нашел крайних завоенные провалы вооруженных сил Украины в очередном котле на Донбассе. Так, вторым отделом управления Государственного бюро расследования Украины по городу Краматорску в отношении командования из 171 бойца 42-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся в Горском котле, возбуждены уголовные дела. Данные военнослужащие задержаны и помещены в изолятор временного содержания города Краматорск. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Восокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены два пункта управления, пять складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Ивана-Дарьевка, Северск, Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Луганской Народной Республики, Николаев, Лепетиха, Николаевской области, а также Живая сила и военная техника вооруженных сил Украины в 26 районах. В ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены два взвода реактивных систем залпового огня и два артиллерийских взвода в районе Лесовка, Селидова и Нитайлова, обстреливавших населенные пункты Донецкой Народной Республики. Оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией поражены 32 пункта управления Вооруженных сил Украины, радиоакционная станция обнаружения воздушных целей в районе Катранка Одесской области, три склада боеприпасов в районе Спорной Донецкой Народной Республики, а также Живая сила и военная техника в 297 районах. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Барвенково и Курулька Харьковской области. Также сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Петровеньки, Берестовое Донецкой Народной Республики, Брошковка, Великие Хутора, Староверовка, Веселая, Байрак, Гетмановка, Иванчуковка, Перемога Харьковской области, Переможная Запорожская область. Перехвачены 8 реактивных снарядов системы залпового огня в районах Никольской Харьковской области, Стаханов Луганской Народной Республики и Первомайск Донецкой Народной Республики. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 226 самолетов, 134 вертолета, 1411 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплексов, 3873 танка и других боевых бронированных машин, 699 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3948 единиц специальной военной автомобильной техники.